ну что всем привет у нас с вами очередная встреча про сетевые протоколы в linux вот мы продолжаем сидеть на интерфейсном уровне мы еще не пришли даже на уровне айпи а продолжаем сидеть мы на этом уровне потому что я вам обещал в прошлый раз право на рассказать ну и про мосты заодно прежде чем мы с вами начнем я скажу что у нас есть слушатель который значит со мной связался и он есть у нас также в чатике который пытается решить некоторую лиусовую задачку у себя дома к я понимаю человек немолодой уже в летах вот задачка как как бы просто у него есть значит выход в интернет есть машинка линуксовая с вайфаем которые к этому вайфаю коннектится ему хочется с этой машины раздать интернет на другую машину вот как выяснилось после некоторых упражнений такая простая задачка на самом деле если там был не вайфай а просто два ethernet отростка то эта задача решилась темы сегодняшнего сегодняшнего с вами нашего разговора просто на этой машинке делается бридж этот бридж сам по себе настраивается как интерфейс поэтому хост системы к ней ходят а еще он придет значит один интерфейс другим то что за другим интерфейсом все ведь но сделать бридж с вайфаем можно но для этого надо научиться как-то вручную настраивать обратно этот вайфай как вайфай чтобы скармить ему пароль и так далее вот эта тема которую мы в прошлый раз скипнули но там просто несколько команд был короче так не работает а чтобы по-человечески раздать интернет с линукс машины на какую-то внутреннюю сеть надо вообще говоря прослушать весь наш курс лекции практически от начала до конца потому что для того чтобы раздать интернет нужно настроить маршрутизацию нужно настроить трансляцию сетевых адресов из этой внутренней сети нужно настроить соответственно какой-нибудь firewall который будет делать этот самый над и еще нужно раз настроить автоматическую раздачу этих самых адресов на внутреннюю сеть то есть dhcp сервер так ни много ни мало правда обнаружилось что в дистрибутивах компании нашей которые называются что-то такой аль сервер это в общем докликивается накликивается через интерфейс управления там пять-шесть кликов но это такие очень эзотерический клик не понимая что происходит под капотом можно сутки развлекаться значит на щелкаем различных крыжиков ничего не получится на вот я со второго ли с третьего раза мне удалось на нащелкать эти крыжики потому что я знал что там происходит ну вот но мы вернемся значит да и человек в конце концов задачу эту самую решил ровно на щелками этих крыжиков но оказалось что такая вроде бы простая задача требует практически всего материал который у нас будет в течение этого семестра внезапно до этого значит еще не добрались единственное куда мы дважды забежим сегодня вперед кажется дважды на уровень айпи вот сокращение с год по вайфай раздать тоже адаптер нет это гораздо сложнее хотя кажется можно в микс могут вайфай модуль ввергать но такая задача не решается получить по вайфай и раздавать свои фай кажется нет нет там у него был второй адаптер собственно сетевой для начала давайте мы все-таки поднимемся поднимемся на уровень выше давайте вот все удалим вас как у нас все не удалилась отчете не нравится а темп и рейс конечно альт-линук серии этот самый альт-ак минимум 3 рейс лишнее сделаем значит из альт-миниума какой-нибудь и сервы с инт нетом вот напоминаю что вот этот скрипт устроен таким образом что вы говорите из какого из какого шаблона вы хотите сделать клон и какие сети у этого клона должны быть а также немножко расставляет разные разные настройки туда внутрь вот ну вот сейчас у нас будет машина под названием srv у которой будет внутренняя сеть интернет а еще напоминаю что любая внешняя сеть например на любой на любой из этих виртуалок существует как бы внешняя сеть которая сидит за интерфейсом gith 0 если на ней поднять dhcp-клиент например она сразу получит допуск к интернету но мы об этом говорим в конце лекции как раз вот а пока что давайте мы туда значит присоединимся вот к этой машинке и сразу не сходя с места я покажу как настроить сетевой интерфейс давать чтобы можно было им пользоваться зачем мы это делаем мы настраиваем сетевой интерфейс на уровне айпи то есть уже не только интерфейс но и опять адрес чтобы можно было не каким-то странными вот не ткатами этими самыми сократами как в прошлый раз проверять доступность хостов чтобы можно было обычным пингом которому привыкли привыкли значит с машин на машину при доступность обычным пингом от самой доступность проверить вот но давайте мы это сделаем вот напоминаю что что у нас по умолчанию 4 из интернет интерфейса виртуалки это h0 это внешняя сеть а вот это h1 он по идее должен быть как раз присоединен к этому самому к этому самому нет секунду извините а все я понял вот черт плохой плохого размера нет не нравится сейчас попробуем ну окей тогда бы в разных окошках это делать жалко надо настроить не забыть настроить хорошо значит у нас был бы с рв вот ну давайте тогда запустим еще одно окошко вот что мы сейчас делаем мы сейчас во первых посмотрим какие у нас есть машинки каким сетям присоединенные вот сделаем еще раз новую машинку которая будет называться ну допустим div и и будет присоединена к тому же нет нету вас и к ней тоже приконнектно предположительно так же как в прошлый раз две машины подсоединенные к одной и той же виртуальной внутренней сети под названием интернет должны друг друга видеть через сетевой интерфейс значит сейчас мы проверим вот эту самую настройку а дальше уже поговорим немножко бла-бла вот предположительно если мы сделаем так сет этаж 1 об на машине которая div и присоединена к интернету и делал здесь то же самое то если мы настроим опять адреса на этих машинах так что они будут в одной локальной сети с точки зрения айпи они должны друг друга видеть при пингом давайте попробуем api adder add div этаж 1 10 0 0 нет 10 мой любимый 20 30 1 слэш 24 опять-таки забегая вперед 10 20 31 на тайпе адрес слэш 24 это размер сетевой маски то есть какие сколько битов в этом адресе считается адресом хоста а сколько битов адресом сети адресом сети является 24 бита 200 10 20 30 адресов хоста соответственно оставшиеся 8 вот ну и значит здесь делаем то же самое айпи adder add div этаж 1 этаж 1 1 я сказал 10 20 30 ну скажем 10 предположительно сейчас должен заработать пинг он заработал если на той машинке на 2 запустить себе дамп мы увидим вот как ходит айси импери квеста но это все из будущей из будущей лекции вот просто я хотел начать сегодняшний разговор с того чтобы рассказать как мы будем тестировать связанность всяких топологии которые мы сегодня будем строить даже вот такой тем же самым пингом теперь немножко бла-бла значит у нас есть несколько физических носителей данных ну скажем два ethernet сегмента а а мы хотим из них сделать одну единственную среду передачи данных то есть не выходя за пределы интерфейсного уровня сделать так чтобы подключаясь к подключая в такая провод в машину допустим на одной среде передачи данных мы бы при этом видели если это ethernet все всех абонентов эзернета как вот подключенного к этой по к этому проводу так и к другой среде передачи на другом проводу другой машине вот собственно с точки зрения физической это будут два совершенно разных сегмента сети то разные провода разные повторители но с точки зрения логической был бы очень очень бы хотелось чтобы на уровне интерфейсом все условно говоря ethernet карточки друг друга видели то есть получилась такая локальная сеть состоящая более чем из одного сегмента вот что мы хотим делать мы хотим построить такой компьютер который бы пересылал между интерфейсами фреймы вот маршрутизатор занимается классическим трудом декапсуляции пакетов и потом капсуляции обратно он получает из одного ethernet интерфейса фрейм декапсулирует айпи пакета выясняет кому он предназначен если он предназначен не самому шти за ту инкапсулирует его обратно в интернет фрейм вы даже выясняет по таблице маршрутизации куда отправлять инксульта в интернет фрейм отправляет в нужную среду передачи да вот то есть процесс выглядит вот так а мы хотим чтобы процесс выглядел вот так мы получили фрейм на одном интерфейсе положили его на другой не глядя с такой задачи справляются сетевые устройства под названием мост или хаб еще иногда называют мост еще иногда называют бриджом а хаб иногда называют концентратором что я забыл вот отличаются понятие мост и хаб количеством мозгов вот я думаю что это вас все было ну давайте просто это вспомним что нужно чтобы превратить линус машину в безмозглый хаб то есть в машинку который просто тупо перекладывает все что видят на одном интерфейсе в другой и обратно во первых включить неразборчивый режим на этом интерфейсе чтобы ваша сетевая карта аппаратно хватало все фреймы которыми мне пробегают они только предназначены ей помним что это фильтрация идет аппаратно по умолчанию сетевая карта хватает только широковещательные фреймы и те фреймы в адрес получателя указан в которых указаны ее собственной макамер вот а дальше должна вот весь этот мусор перекладывать из одного интерфейса в другой обратно если их три значит в 3 и так далее поскольку перекладывание фреймов из интерфейс в интерфейс все равно будет делать ядро то есть у вас все равно в этой штуке есть некоторые программные составляющие с которые справляются линукс то делать тупой хаб вообще бессмысленно у вас уже есть мозг который все равно этим управляет зачем нам нужно значит вот 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 такая глупость я кстати даже не знаю как это сделать вот а вот чтобы превратить линукс машину в мост он же bridge нужно чуть больше во первых разумеется все карточки с которые которые у нас объединяются в мост они ввергаются в этот самый неразборчивый режим чтобы они жрали все все фреймы которые видят это понятно дальше динамически строятся таблицы вида за таким-то интерфейсом у нас встретились карточки с такими-то mac адресами за одним из интернет интерфейсом один список за им другой то есть это значит эти таблицы всех активных абонентов фрейм от которых пробегали тут мимо нашего значит интерфейс разумеете таблица динамически то есть всякий раз когда соответствующий абонент долго не они не 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 оказывается за нужным соском соответствующая запись удаляется всякий раз когда он снова оказывается она добавляет широковещательные фреймы это напоминаю фрейм у которых в одес получателя все единички то бишь ffff 6 1 ретранслируется полностью разумеется фреймы у которых неизвестен получатель ретранслируется полностью потому что может так случиться что у нас как раз в данный момент данная машина с таким то mac адресом очень долго не они активничала в сети вот она почистилась из этой таблицы но тем не менее она наверное за каким-то из интерфейсов существует вот и вот эта штука ретрансляция фреймов с неизвестным получателем это конечно хорошая возможность для спуф атаки мы пользуясь технологиями которые мы изучали на прошлой лекции просто генерим бессмысленные фреймы с бессмысленными адресами получателя и наш наш мост обязан их ретранслировать во все свои соски потому что он не знает за которым из них такой значит получатель находится тем что вообще вообще-то он не обязан так делать широковещательный адрес разумеется должен быть ретранслирован по всем интерфейсом фиг знает какой адрес в некоторых политиках безопасности можно очень никуда не транслировать пускай он сам первый фрейм пошлет широковещательный этот абонент он тогда попадет в какую-то таблицу вот ну и вообще вокруг этого может быть накручена какая-то логика например такого рода фреймы предназначены адресу некоторым получателю не существующим в таблице если их слишком много их можно смело дропить потому что это скорее всего спуф или что-то так вот а все остальные фреймы будут ретранслироваться между интерфейсами целево то есть мы видим адрес получателя смотрим в табличке по под адресом я разумеется имеют у мак адрес конечно про и перечень идет смотрим смотрим значит в табличке кто из них за каким из интерфейс за каким сосков за ким интерфейс находится нужны карточка и туда ретрансливы что еще умеет мост на самом деле очень много чего он умеет он умеет вот в этот самый антиспуф то есть есть некоторый мозг который умеет распознавать что вот такой набор бессмысленных адресов получателя это обман вот он умеет вообще-то мост по специальному протоколу который называется стп разбираться с нестандартными топологиями мы только что описывали устройство которое можно в которой можно навтыкать проводов и она будет значит транслировать фрейм фрейм из любого провода в любой теперь представьте себе что у нас таких устройств вот как здесь на картинке сколько раз два три четыре час кто из них абоненты мосты квадраты раз два три четыре пять шесть семь штук да вот мы все воткнули и выяснилось что вообще говоря тут есть путь вот скажем от третьего до девяносто второго есть раз два три три пути разных вот понятное дело что если сейчас эти эти значит устройство начнут ретранслирует все что видят они просто размножат пакетов в одном количестве вот потому что условно говоря мост номер 24 от ретранслирует пакет и сюда и сюда соответственно мод номер 92 получит их с двух мест от транслирует их в два раза больше вот сюда ну и дальше все будет по кругу вот предполагается что без каких-то дополнительных знаний не о геометрии топологии ни о чем такие картинки должны договориться какие из этих связей нужно порвать чтобы такая топология стала не 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 циклической а вот вот этим ты занимается этим ты занимается протокол степи обратите внимание на то что это протокол канального уровня канальные это в случае 7 уровня системы в нашем случае интерфейс на он не выходят за рамки пересылки фреймов это специализированные фрейма в которых написано слушайте я тут такой тоже мост sky вот у меня тут такая-то связность и тогда вот кстати самому алгоритму довольно много лет он типа 85 года раз тут даже упоминается автор этого алгоритма некая ради перима ну вот значит что мы еще не сможем посмотреть на самом деле хотя это очень интересно это как работает firewall уровня 2 дело в том что мы вполне можем помимо стандартных алгоритмов вот описанных ну примерно так или в описанных в стп придумать свои собственные алгоритмы например фреймы с таким томок адресом вообще никуда не пересылаем фреймы с таким томок адресом насильственно пересылаем вот в тот сосок а больше никуда и так далее так далее писать свои правила модный нынче firewall который называется in the tables умеет в бридж фильтринг вот но мы с вами этим заниматься не будем просто потому что в действительности это очень очень специфическая задача бридж фильтринг нужно я даже не знаю для чего если честно ну хотя бы потому что мы можем назначить на самом деле любому любому интерфейсу можно назначить другой mac адрес api link link set ну скажем этаж допустим один что там адр 08 07 06 05 04 инвалид там двоеточие должны быть одного цвета не хватает 0 3 вот так ой вот я не помню говорил я или нет в действительности эти самые актеты в мак-адресе они значимы и первые три это идентификатор производителя а оставшиеся 3 это идентификатор устройства причем у крупных производителей разумеется вот этих идентификаторов овер дофига потому что они больше чем вы столько устройств уже успели выпустить вот поэтому когда мы делаем вот так мы в общем немножко немножко вводим в заблуждение тех людей которые будут анализировать этот мак-адрес на этом основании вот но главное что мало того что мы как как мы выяснили в прошлом на прошлом нашей встречи мы можем послать вообще-то произвольный фрейм с произвольным контентом вплоть до это самый календарь можно во фрейм засунуть да вот но мы можем даже на постоянке нашей машине поменять мак-адрес и все эти фильтрации по мак-адресу они работают перестанут на вас чудесным образом вот ну ладно давайте что ли давайте что ли займемся делом да тут сокращение за нас уже посчитал он сказал что три актета это больше 16 миллионов три актета это больше 16 миллион 20 так что когда я утверждал что есть компании которые выпустили больше 16 миллионов устройств я возможно кривил душой вот а возможно и нет кстати конечно конечно я думаю что но я точно знаю штуку у того же intel и несколько идентификаторов старших у всяких брат комов несколько старших инфикаторов да они должны быть все разные они должны быть все разным до 16 миллионов это не так много ну в общем я ни разу не слышал о том чтобы мак-адреса заканчивались вот хотя возможно это надо почитать возможно есть какая-то ну поскольку в отличие от api адресов это назначение мак-адреса это абсолютное произвол производители да то он наверное может рассчитать так что карточки которые выпускались не знаю там восьмидесятых годах точно больше не эксплуатирует ну или что-нибудь в этом духе врать не буду давайте лучше займемся делом значит что мы хотим сделать мы хотим сделать мост для моста нам правда понадобится архитектуры из трех машинок они из двух вот и вот этот дип нам не понадобится вообще потому что нам нужен между двумя машинами нужно 3 который присоединена к двум сетям одновременно значит что мы сейчас будем делать мы будем возьмем три машинки среднюю из них подсоединим к двум сетям и сделаем мостом и проверим доступность самый левый и самый правый поэтому мы значит вот это останавливаем удаляем этот самый див а вас и создаем его заново присоединяем его к другой сети пускай она называется dip нет вот напоминаю что я написал этот скрипт так что все в команде в бокс менедж выводится на экран чтобы можно было подглядеть что на самом деле происходит вас то есть в результате если мы сейчас запустим машинку dip давайте запустим у нас связанности между машиной dip и машины срв просто не будет одна из них подключена к к сети под названием нет другая сети под названием dip кто будет делать связанность между дипом и нет нет правильный ответ наша третья машина который будет собственный который собственный будет работать мостом да да то есть наоборот а оставим кнопочку сохранить мак адреса у нас будет два абонента в одной и той же сети с одинаковым мак адресами и дальше все алгоритмы посыпаться слушайте не знаю я могу только вспомнить очень-очень как бы один раз это видел в жизни вот были супер китайские супер дешевые карточки с одинаковым мак адресом сети там история такая что даже между ними иногда пакеты проходили потому что устаревали таблицы и погубаться и если к 1 1 попавшийся абонент видят вот современные свечи они просто такие штуки ловят и считают что это петли если вам из нескольких мест с нескольких сосков пришел пакет с одинаковым адресом отправить или это значит что на самом деле ну никто не верит в то что есть две сетевые карточки с одинаковым адресом правителя но зато может быть что где-то там есть еще один тупой хаб который взял и прислал пакет двумя путями и дальше с этими петлями начинают бороться протоколы степи так значит зао bridge ну да безусловно на этом конечно строит атаки но вы же понимаете для того чтобы построить на этом атаку вам нужно все-таки владеть целый ну как бы минимум фирмой ну то есть ну более чем одним хостом в этой сети это будет фактически астака на себя самого но но тогда вы приходите своим ноутбуком начинаете загаживать загаживать локальную сеть значит особо образом организованную фреймами в надежде на то что разные разные железяки ну например самая типичная атака самая типичная атака состоит в том что если у вас есть какие-то правила связанные с допуском недопуском фреймов в другие сегменты сети на вашем бридже вы первым делом пробиваете его динамические таблицы забиваете их чушь и всякой после чего у него у бриджа остается только два выхода либо упасть и вообще не передавать фрейм либо превратиться в тупой хаб которую которую таблица переполнена и поэтому он все фреймы во все места рассылает вот это после первое это динайл сервис второе это нарушение каких-то правил ограничения доступа вот вам пожалуйста классическая атака просто путем спуток так значит внутренняя сеть у него будет я это h1 у него будет инфинент а не должно у него будет dip нет вот на этом то на этом то мошенники под названием бридж мы будем делать а внезапно бридж уй вот значит выглядит это так сейчас секунду и среди моих скриптиков есть скриптик который показывает такую ленизированную топологию вот у нас есть машины срв подключенную к нету запущены из машины dip подключенных dip нету машина бридж подключены к нету и dip нету одновременно вот мы сейчас на них будем экспериментировать вот что мы должны сделать мы должны вот эти два интерфейса вот эти этаж 1 этаж 2 объединить бридж ну в общем ничего сложного в этом нету для этого нам нужно добавить специальный виртуальный интерфейс типа бридж который называется внезапно бридж по моему это делается до ай пилинг от добавляем интерфейс виртуальный той бридж а сначала имя ну скажу бр 0 type bridge кажется все да а дев я запросил слова дев поэтому меня так не работал дев а что получается смотрим вот он обратите внимание что бриджа есть вообще свой собственный mac адрес отдельный ну потому что это в общем другой интерфейс вот но поскольку он бридж мы имеем возможность присомачить к нему сколько хотим других интерфейсов чтобы вот эта логика бриджа реализации всяких протоколов интерфейсного уровня канального интерфейсного и все остальное заработала в ядре для этого надо всего лишь ну давайте значит во первых ай пилинг сэт этаж 1 об этаж 2 об и бр 0 тоже об во первых мы их активируем иначе ничего работать не будет да вот что что это за обозначение производителя не малейшего понятия надо почитать не знаю мне кажется что есть какой-то диапазон точно не назначен никакому производителю из него рандомно выбирается ну что-то я сомневаюсь что это в 20 и это что-то такое вот когда я готовился к этой лекции выяснилось что совсем рандомный адрес нельзя сделать макадрес вот если вы будете пытаться вот этой команды где она там была а пилинг сет адр вообще рандомные какие-то шесть оксетов записывать он в некоторых случаях будет говорить нельзя причем в каких-то вот ну то есть это тоже надо читать на это наверняка существует ровцы вот мы все подняли и теперь мы приклеиваем соответствующие этаж к бриджу просто указываю что он для них является мастером а пилинг сэт этаж ноль этаж один мастер там дев наверное нет бр 0 покажется так да вот ну и соответственно этаж 2 вообще говоря надо я пытаюсь вспомнить как посмотреть что у нас а вот смотрите а пилинг теперь говорит что этот интерфейс этаж 2 является служебным по отношению к бр 0 вот его мастер вот что получается получается что поедине мы уже все сделали ну давайте посмотрим еще бридж монитор бридж ну во первых бриджлинг можно сказать вот бриджлинг покажет что-то похожее на а и пилинг только конкретно какой интерфейс что делает этаж 1 мастер бр 0 пересылает этаж 2 мастер бридж 0 пересылает вот и бридж монитор но бридж монитор он будет в реальном времени смотреть что происходит с табличкой табличкой mac адресов вать поскольку мы ничего не настроили вокруг этой машины не в сети 1 не в сети нет нет ни в сети deep нет то бридж монитор ничего не говорит давайте начнем настраивать я надеюсь что он оживится ну что мы начнем настраивать вот здесь мы настроим наш этаж и а пилинг сет и таж 1 об кстати что там с бридж монитором ничего здесь у нас уже настроен даже айпи адрес 10 20 31 тогда давайте вернемся к нашему дипу дипа я сказал и скажем айпи аддер от дев этаж 1 10 20 30 10 24 бридж монитор молчит дайте по пингом что ли пинг 10 20 31 пинг идет бридж монитор сказал ухты у нас значит за этаж 2 за интерфейсами этаж 2 появился вот такой вот такая сетевая карточка за интерфейсами этаж 1 появилась вот такая сетевая карточка ну я тут я тут типа пересылаю говорит он давайте посмотрим бридж link бридж монитор естественно больше ничего не говорит но в общем вот собственно все а пинг идет вот он пожалуйста и довольно быстренький вот то есть вы понимаете да что у нас есть еще третья машинка вот это которое по соответствующим протоколам пересылает фреймы из одного интерфейса в другой и вот пожалуйста две другие машинки друг друг хорошо видит вот мы можем даже четвертую машинку добавить вот давайте сделать давайте это сделаем четвертую машинку четвертая машинку deep 2 назовем ее вот смотрите мы добавим еще одну машинку который тоже будет в этом детьмете вот ща ждем не эту кнопочку нажал но неважно и в результате в сегменте который deep нет у нас будет два баня 3 абонента это deep 1 deep deep 1 и бридж а в сегменте который нет будет два абонента это бридж и и этот самый сервы вот и как нетрудно догадаться сам факт того что в этом сегменте появляется еще одна машина сделает их тоже связанными давайте айпи линк с этаж один об айпи аддер от этаж один десять двадцать тридцать один слышь 24 дев вот давайте посмотрим что у нас там на этом самом на бридже давайте бридж монитор запустим вот вот этот пинг дайте по пингом ну скажем 11 вот он пинга вот бридж монитор сказал ой а у нас еще один интерфейс за тем же самым этаж 2 появился еще один появился еще один абонент мы сейчас уже вот три этих самых обслуживаем 3 при этом понятно что понятно что давайте давайте сделаем здесь tcp-дамп на бридже где бридж вот обратите внимание также на то что машины бридж в ней вообще пи уровень не настроен ну бегают какие-то пакетики бегают себе вот вот если мы скажем скажем сделать себе дамбр 0 пожалуйста мы будем видеть все что минус е да мы увидим все что там пробегает мимо вот 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 где-то вот вот они вот они эти самые фреймы но он видите даже умеет умеет распознавать в них протоколы более высокого уровня rp и а симки вот внутри фреймов такие дела давайте уж я раз пошла такая пьянка раз мы все равно забегаем вперед скажу что никто не мешает совсем никто присвоить вот этому интерфейсу br0 ip адрес ну у вас будет просто в сети еще одна машина тот факт что под ним лежат лежит два других ethernet интерфейса и он пересылает фреймы никак не мешает ему самому тоже быть в сети уровня и пи бурной вот почему нет такие дела но естественно как это при этом на бурной а ну приходят они естественно на тот интерфейс который этот самый служебный для бриджа давайте попробуем это был кто это был дип который пингал да это значит что он на этаж 2 не должны приходить вот да вот да вот они приходят на этаж 2 но поскольку это бридж они естественно приходят и это служебный интерфейс естественно они приходят и набор 0 я правильно ответил на вопрос или вы что-то еще хотели ну вот такая вот картина значит с бриджами все на самом деле предельно просто давайте мы уже все сделали предельно просто если не пытаться читать вот это да если потому что в действительности сам протокол ну хитрый как любые протоколы без этого самого без начального ранжирования да да у нас есть какая-то какая-то сеть где все равны на каком основании мы берем и вот эту линию выключаем вот такие дела опять же давайте забежим вперед куда-нибудь вот видите какой еще у нас там был а все еще есть вот видите а пины api нейбр ход у вас кстати тот кто писал этот тот кто писал утилиту айпи знал не только американский но и английский так вот смотрите в таблице мак адресов в данном случае речь идет о таблице соответственно к адресов айпи адресам эта тема следующая лекция все три абонента расписаны как принадлежащие локальные сети с известными мак адресами то есть фактически наша машина дип считает что среда передачи данных 1 и на ней есть помимо нее еще три абонента вот ну как бы я просто еще раз повторил то что вначале сказали а у бриджа естественно есть еще свои вот они сейчас дайте посмотрим что еще бридж умеет айпи а нет бридж help а все собственно больше ничего не умеет через фдб какой-нибудь интерфейс это такое место куда приходят пакеты интерфейс на уровне frame интерфейсом может быть допустим ethernet интерфейсом может быть какой-то другой какое-то другое устройство допустим тот же компорт это тоже интерфейс если мы поверх него натягиваем сеть с нашей точки зрения нам все равно интерфейс от такая железяка куда вот надо провода а компьютер этих проводов считывает фреймы все проводов можете сесть не существовать да вот вот это мы здесь наблюдаем как минимум два интерфейса у которых никаких проводов нету а если вспомнить что мы работаем виртуал кто вообще все без проводов да прошлый раз помните мы мы смотрели этот там и тунтап да тап это такой интерфейс у которого с другой стороны файловый вот вывод вообще с этой стороны и сетевой интерфейс куда приезжают фреймы а с той стороны у него просто вот тупо значит сказал один йогтал а дальше read write все да конечно что за этим что стоит за этим решает другой уровень в этом в этом фишка значит следующий наш разговор про вланы как я обещал прежде чем прежде чем начать разговор про вланы пятиминутка ненависти к и циске который состоит в том что у циске есть термин влан и этот термин абсолютно во всех дуку во всех документах во всех справочных и по циске есть определение влана и это определение то что называется операциональное операциональное определение это когда само определение начинается со слов это когда если вы пытаетесь таким образом дать определение на уроке по математике и не дай бог в вузе вам немедленно открутит голову поставить двойку что-нибудь из этого потому что операциональное определение собственно не является определить операционное определение описывать ситуации в которых данная неопределенная сущность под названием влан данном случае применяется так вот операциональные или инженерные определение от циске влан это такие интерфейсы которые чудесным образом видят друг друга и не видят других интерфейсов хотя носитель физически может быть вообще один или не один короче говоря у нас есть сред передачи данных и м носителей и каким-то образом в каждой среде передачи данных интерфейсы видят только друг друга и не видят других интерфейс вне зависимости того сколько к чему равно м 20 как видите определение через через решение задачи в чем проблема этого определения в том что эту задачу можно решать многими разными способами известно как минимум популярных как минимум два на самом деле их еще больше первый способ устроить инженерный виртуальный виртуальную среду передачи данных это просто сказать вашему вашему мосту дырка номер один номер два и номер три это одна среда передачи данных дырку номер четыре пять и шесть это другая среда передачи данных и пакеты между ними не передавай пожалуйста вот этот способ с точки зрения теоретического не является в ланом вот у влана есть четкое определение это стандартные 802 1 до 802 1 q вот который расширяет формат фрейма формат фрейма вообще простой преамбула destination source дальше здесь должно стоять что-то а вместо этого чего-то здесь стоит еще четыре актета в которых написаны всякие дополнительные дополнительные символы символизирующие то что у нас на самом деле перед нами в лановский фрейм они обычно дальше идет вот этот самый 800 вот вот эта вот часть 802 1 там кажется написано вот или что-то не помню дальше идет пилот ну и тогда вот вот сюда вот вставляется тут кстати спасибо википедии которая неправильно нарисовала но тут есть до елки ваши моталки да тут црц есть он почему-то не влез в википедийную картинку вот сокращенец немедленно это заметил спасибо дорогой он там есть мы видим справа немножко вот по вот то еще да там еще между между меж ящичное пространство было забыли про меж ящичное пространство ну вот как видите с точки зрения вот этого стандартно влан это совершенно четкая штука когда внутрь фрейма вставляется еще один идентификатор вот это идентификаторы значит имеют некоторую структуру ну во-первых там должен быть должно быть другое вот в этот первый байт первый актет должен быть не равен такому первому актету который бывает в эзертайпе чтобы увидели что это 802 один кул заголовок вот даже два актета 2 актета то что их там два а в оставшиеся два актета укладывается идентификатор влана и еще два каких-то поля к класс сервиса и еще какая-то хрень короче говоря не будем в это углубляться потому что мы все равно это попробовать руками не сможем вот вот это вот эти части но для нас важно что каждый фрейм теперь раскрашен вам слушайте но если нас так мало уж вы то можете себе позволить говорить громко ничего страшного шутились по курсу сетей которые возня с виланами возня с виланами сейчас будет вилан это очень просто главное не верить циске вот это да и поверить нет как известно ведь вообще нельзя вы чё 20 ну короче я понимаю что московский студент доверчивый ему показывать короче нет ничего сложного в этих самых планах вы все это видели обычный влан в терминах 802 один скот отличается от него на тем что этот другой фрейм в нем есть ванайди все ну и там дополнительной формации как-то делается как-то делается в да во первых стоит заметить что практически все современные сетевые карты ethernet поддерживают эту фигню они умеют пересылать 800 2 1 фрейм и 800 2 1 q необычные фрейма фреймы да вот говорят кстати что можно затолкать внутри 8 внутри 800 2 1 q еще один 800 2 1 q и поставить два тега подряд давать но это какие-то другие защитные протоколы то есть вла внутри влана да так можно делать гирлянда но мы этим заниматься тоже не пусть а вот я вспомнил тегированный не тегированный вот забудьте по это с про эти слова как про страшный сон иначе вы вот-вот-вот я я слышу нервный смех через теоретически мы так можем делать мы можем просто взять и намотать два бриджа вот берем машинку bridge делом не 4 интерфейс 2 объединяем в один вла два в другой все вот но это совсем другое это просто бриджей такие дела но мы будем все-таки различать сейчас мы будем строить вот такую топологию в нем в ней нам понадобится немного немало 6 хостов поэтому значит запасем с терпением почему 6 потому что я хочу чтобы у нас было во первых в каждом из вла по нормальному клиенту который ничего про вланы не знает а во вторых чтобы у нас был бэкбон который проводит фреймы обоих типов вот сейчас мы все это сделал так ну да по первых дайте все по выключаем вот и срываем выключать не надо deep выключать не надо а вот deep 2 нам вообще не понадобится по этой архитектуре если не изменяет память потому что он другой в другую сеть должен быть вот ну а и deep нам тоже не понадобится убираем так и срывай нам понадобится где 2 нам не понадобится его надо убирать так убрали deep нам не понадобится его надо тоже убрать убрали что мы имеем имеем только срыва были где а вот бридж окей для начала давайте давайте посмотрим на этот самый наш бридж это будет вот правая картинка у него есть три активных интерфейса за 2 за двумя из них у нас за двумя из них у нас абоненты одного влана и второго третий это будет бэкбон ну отлично значит а тогда быть нам тоже не понадобится у нас он нас посоединен только двум двум сетям все делаем так значит андре гистер бридж все осталось только срв делаем второй клиент назовем его срв-1 да значит он называется alt-mineral срв-1 int нет 1 20 int нет 1 это у нас фиолетовая сеть int нет это зелененькая сеть делаем теперь то что он нам будет выполнять роль левой части нашего бриджа бы нашего бэкбона назовем его ну назовем это правая часть назову правой части проект он подключен к обеим сетям как нет и нет они видят позорище не по цветам мы запутаемся сокращение дорогой пускай будет просто и один мне кажется сверху просто снизу один рай гхт это правый правая часть бэкбона ватс рай гхт хты и он подсоединен я собрал пункт к трем сетям к первой секрет нету нет нет один и к бэкбону так и будет называться бы бэкбон это на схеме это вот эта правая часть бэкбона теперь такую же штуку делаем левую он называется left у него будет соответственно deep нет и deep нет один именно поэтому сокращение нельзя было их назвать по цветам да мы бы еще вот deep нет это зелененькой вот этот сегментик deep нет один это фиолетовый сегментик а бэкбон это бэкбон это вот эти абоненты и сервей сервей 1 до осталось еще два сделать вот соответственно один из них будет называться deep и присоединен к deep нету второй из них будет называться deep 1 к заняты гнету они все вот мы их наделали наделали 6 штук сервей сервей 1 это правые right left deep deep 1 шикарно давайте их настраивать да значит как мы называем эти вла допустим зелененький который int нет и deep нет просто у нас будет номер 5 а фиолетовый который deep нет один и не это нет будет номер 7 это те самые вла найди которым будем раскрашивать наши фреймы запускаю в бэкбон давайте мы сейчас запустим правый правый правую часть бэкбона вот и настроим в ней что что мы будем настраивать в в бэкбоне мы будем настраивать следующую штуку нам нужно кстати да я сейчас дайте посмотрим как это сделано в лекциях вам есть несколько способов настройки влана это не одни не единственный вас этот скажем так наиболее низовой мы за каждую команду добавления соответствующего интерфейса добавляем наш в нашу структуру еще одну еще одну один компонент вот значит что нам нужно сделать нам нужно из бэкбона который у нас этаж 3 вытащить отдельно фреймы с один катором 5 зелененький отдельно фреймы с индикатором 27 синенький это значит что самый простой способ сделать это пошагово зарегистрировать специальный интерфейс в котором будут видны уже раздетые очищенные от тага 7 фрейм и еще один интерфейс а в котором будут видны уже очищены розетой вот тага 5 фрейм отдельный интерфейс он будет называться в лан 1 в лан 2 потом забриджевать в лан один с этаж 1 и в лан 2 с этаж 2 мы получим что хотели сейчас мы это сделаем так это кто у нас это у нас райт что для этого нужно дать ну и первых api link set этаж этаж 1 об этаж 2 об за ним будет второй абонент этаж 3 об за ним будет бэкбон во-вторых создаем виртуальный интерфейс типа в лан который будет вынимать только 5 в ланы из интерфейса этаж 3 ай пилинг от чё там у нас ад линк да значит это даже не интерфейс в прямом смысле слова это именно линк то есть некая некая надстройка над и дашь но этаж 3 я правильно сказал api link name в лан сколько-то name в лан ну допустим да все весь курс это разбор утилит айпи за исключением разговора про межсетевые экраны и дхцп сервер вот мы просто ее всю ну вы поняли она умеет все вот ухты время значит name в лан type в лан ну давайте в лан 0 для красоты еще айди 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 у нас 5 до договорились о видите это связанный связанный с этаж 3 интерфейс отдельный из которого будут лезть уже не 802.1 с q фреймы а просто обычные фреймы очищены от соответствующего тага но так это должен быть именно 5 сейчас где-то тут была команда которая должна была показать что тут нету где тут была команда которая должна была показать какой именно я не вспомню жалко что ее не записал на где-то у нас должна была встретиться там можно показать показать все параметры тогда будет видно какие именно в лан и отсюда вынимаются ну слушайте ну погодите команда была ладно если вдруг наткнемся если заказчик дальтоник спрашивает меня кто-то то он смотрит на номера в ланов более того вообще всегда смотрит на меня в ланов 1 на цвет мы смотрим только мы с вами вот хорошо давайте лучше двинемся дальше значит что мы сделали мы сделали вытаскиваем сейчас мы сделаем вторую такую же вытаскиваем просто такую же в точности вот тут нравится да значит назовем его в лан 1 1 и а вот их теперь два я обещаю что найду как посмотреть я просто забыл вот может быть в конце лекции посмотрим если хватит время значит что еще теперь надо теперь надо их забриджевать причем очевидно кого с кем 1 с первым 2 0 с нулевым айпи линк от что там одев бур до дев бур 0 type bridge да один type bridge что это такое это бриджи в которых мы будем объединять вот эти два интерфейса этаж 1 в лан 1 этаж 2 в лан 2 вот только у нас в лан 0 в лан 1 к сожалению я перепутал бы неважно вот собственно точно так же как мы это делали в прошлый раз задавая мастер айпи линк set что там дев чего-то мастер чего-то линк передв! сет в лан мастер?, да сет年 этаж 1 один мастер нет что извините туплю ну да мастер бур ноль этаж 2 мастер бар один один в лан 0 мастер бур ноль в лан я сказал в лан один мастер бур один вроде половинку мы сделали вот по идее уже все должно быть готово на самом-то деле вас потому что у нас уже объединены соответствующие фильтры которые вынимают интер из интерфейса только помеченные 820 тегами фреймы вот и они как раз забриджены с соответствующим интерфейс давайте теперь повторим это упражнение на трех других компьютерах и посмотрим как это вся махина взлетит так это и срв вот здесь вот как он там называется left left такая же точно картина должна будет наблюдаться на левом стороне не в левой стороне нашего бэкбона который у нас называется left сейчас вот тут тоже надо все эти команды проделать но я надеюсь мы их проделаем по быстренькому есть конечно а как же вот потому что мы зачем это делаем руками чтобы понять как она откуда она растет я уже говорил в самом начале лекции что мне удалось со второго раза настроить накликать мышкой интерфейс управления сетями да а человек который в этом который слаб себе представлял что он происходит под капотом делал это двое суток вот вот ради этого исключительно мы этим занимаемся вот проделаем ту же самую историю во первых поднимаем все интерфейсы вот во вторых добавляем добавляем что там у нас айпи сейчас давайте давайте сходим в райт и там прям все будет написано так это это left это вообще нет низ никто вот это райт да а ну елки-палки ну ладно прям вот просто копипастим все что есть из одного кошка в другое сейчас мы это уберем окошки вот раз два три четыре пять шесть чё 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 я где-то я сбился где тот left чертов это срв да елки ваши моталки вот он left в лан 0 не сделал а я в лану не создал хорошо давайте за него на вот проблему копипасты а вот она вот вот она так в лан 0 это ид 5 как мы договаривались в лан 1 это ид 7 вот теперь добавляем в бридж в лан 0 и в лан 1 вот ой вот так вот о окей что ж по моему предположению мы сейчас настроили правую левую левую часть вот этой топологии точно так же как мы оставили правую просто один в один не глядя сейчас мы пришпилим еще по клиенту сюда и всего результатом этой нашей деятельности будет доступ от вот этого абонента вот до этого с заворачиванием его обычных ethernet фреймов в 802 1 q в лановские передачи их по бэкбону разворачиваем и перекидываем туда вот этой группой наших значит наших в лан мостов для этого нам нужно запустить ну вот этот хотя бы абонент как его он у нас называется deep deep просто deep он называется просто сейчас я вот предположительно этот deep должен увидеть прямо по сети прямо по ip путем эти за счет транслирования фреймов через вот эту парочку уход по имени сырое сейчас проверим и попробуем это проверить настроим ему а пишник давай давай айпи адр ну скажем 11 12 на всякий случай пинг 10 20 31 не работает давайте отлаживаться давайте отлаживаться для этого нужен еще один терминал смотрим и сервейн нет райт энд нет deep deep нет все вроде все вроде нормально давайте смотреть что у нас нам на бриджах да сначала на бридже под названием на бридже под названием лифт левый ccp-dump минус и br0 моем предположении сюда должны переходить пакеты уходит очень хорошо это значит что давайте теперь на райт смотреть мое предположение сюда должны приходить пакеты вот это раджи вот это раджи а понятно на я его забыл поднять вот каждый раз приходится руками делать эту операцию я просто забыл сказать что ему ему сделать set up и он поэтому не работает видите у него статус не об я забыл бриджи вообще как интерфейс и поднять видите какие у них состояние вот а должно быть вот так каждый раз нужно делать set set девайс такой-то об вот это она есть в лекциях но это просто маленький линуксовый лайфхак что все сетевые интерфейсы вообще-то доступны еще и как девайсы псевдоустройства в сис класс нет вазь и просто их все делается set up никому от этого не будет плохо цикл да 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 ну что тем временем пинкта у нас идет или как а пинкта у нас пошел да то есть нет ну я не сомневался в том что я обязательно где-нибудь ошибусь вот я также не сомневался что она обязательно заработает потому что схема в общем не сложные вот давайте ради очистки совести убедимся в том что от другого абонент пинт кто же ходит давать потому что он другой да значит вот у нас есть еще deep 2 который да deep 2 чё а как да все таки сокращенец был прав что надо было нормально наименовать а не абы как но что поделаешь такой уж я да и соответственно срв-1 еще нужен да это два других абонента двух совершенно других сетей вот из фиолетовой сети 20 которые вообще другие сейчас проверим да только надо запустить их сначала так настраиваем настраиваем deep вот запущены нет это райт пускай пока идет вот это deep 1 ради вот по предложению сокращенца давайте мы не просто их настроим а настроим их как бы принадлежащими одной и той же локальной сети чтобы на уровне айпи проблем не было тот же самый 10 20 30 ну скажем 20 24 вот и срв-1 а пилинг сет дев этаж 1 об айпи а а дев этаж 1 10 20 30 2 срв-24 пинг 10 20 30 20 не работает а что я сделал не так давайте отлаживаться давайте отлаживаться так смотрим так дип нет 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 бакбон дип нет один нет один хорошо давайте пинга ца значит где у нас там пик не идет во первых остановим этот чтобы не мешал это просто дип да вот этот дип один запустим снова запустим пинг 10 20 30 2 а а и тяж 0 ляля вот все нормально я тут я тут люди проглядели вот жалко что мало народу кто нибудь глаза истинка бы вот спасибо антон вот вот антон увидел что это h 0 все ведь она работает как как и было сказано я просто я просто это самое И тут вот этаж с ноль сказал. Ну вот, можно посмотреть на любом из этих самых наших псевдомашюртизаторов, что вот тут ничего не идет, вот тут что-то идет, вот он, пакет. И главное, что попытка пингать какой-нибудь 31 или 12 из другого влана ни к чему не приводит. Потому что на этом уровне у нас эти сети изолирования, то есть являются вланами как таковыми. Ну вот, значит, как я и предполагал, не успели мы сделать вот эту картинку, потому что, ну не успели, но мы сделали вот такую картинку, вот такую картинку мы сделали, вот такую не делали, а такую и делали. Вот, еще один, просто скажу словами, даже не буду показывать, еще один лайфхак про то, как сдавать отчеты. Если вы сдолбались уже копировать их через компорты, вот, да, вот люди машут руками, значит, то можно сделать проще. Поскольку у нас есть всегда интерфейс ETH0, который подключен к интернету, то мы можем просто запустить DHCP клиент на интерфейсе ETH0, сказать, DHCP CD ETH0. И из этого ETH0, изнутри мозгов виртулбокса, он получит автоматический адрес 10.0.2.15. Все машины получат этот адрес, на которых вы это запустите. Потому что у всех эта сеть будет отдельная. Вот. И ваша машина, хост машина, будет доступна по адресу 1002. Вообще всегда так? Это всегда так, если тип интерфейса в виртулбоксе обозначен как, в кавычках, NAT. На такого рода. А, NAT же, да. Это слово, не верьте тому, что это NAT, там не только NAT, там черт знает что. Но главная фишка состоит в том, что у вас интерфейс ETH0 фактически подключен к интернету. В действительности это происходит как? Сам виртулбокс входит в интернет, как программа, заворачивает эти пакеты в соответствующие IP-адресы и вам отсылает. Вот. И у вас ваша хост машина доступна по адресу 1002. Вы просто туда можете сцепить. Взять из ЦП или там Ирсинг вот этот репорт себе на машину. Все. У кого нету ССХД на хост машине, потому что у него там винда, вы можете, знаете, куда его скопировать? На факультетский, на факультетский этот самый, на процессы МСРУ. У вас у всех есть аккаунт на машине процесса МСРУ. И потом оттуда забрать. Но я лично делаю, естественно, СЦП на хост-систему, потому что на всех моих хост-системах, разумеется, ССХ есть. Такие дела. О, спасибо, Димка, Димка. Димка, Димка говорит IP минус только не DIP, а вот здесь вот. Я помню, что я в какой-то лекции до этого добрался. Почему я это не законспектировал? Где у нас ЛЕФТ? Вот. IP минус D линк-шоу. Вот. И среди этого барахла видно какого рода О, вот он. Смотрите. Вот. Среди этого барахла видно какого рода какой именно в LAN-ID фильтруется. Вот, видите, вот. Единственное, что он, зараза, не раскрашивается. Можно выставить просто одну минутку, просто руками реально поднять интерфейс, вот буквально одну минуту, без комментариев просто, чтобы это было взято в задусе, чтобы просто посмотреть, что интерфейс поднимается, и по СССР можно что-то скопировать. Все. Он все получил, ДНС получил, все получил. Причем ДНС, без комментариев не могу, а ДНС наш факультетский. Почему? Потому что ДХЦП-сервер оттуда принес ДНС тот, который был у моей машины. Что, я пароль неправильно ввел? Да. Вот. Не в корне, а в домашнем каталоге. Вот он. Собственно, все. Так, братцы, давайте заканчивать, мы уже выжали время. Значит, домашка будет состоять в том, чтобы сделать кусочек вот этой топологии, но чуть-чуть попроще, потому что, ну, сдолбаешься шесть виртуалок. Вот такой вот он должен получиться. Можно где-нибудь, там, на начальной странице курса написать, когда у нас жестко, ну, то есть вот добавь, потому что он там в полночь, какого-то дня или... Напишите об этом в чатике, ладно? Пожалуйста. Я отреагирую на это. Потому что сейчас на лекции вы точно не это самое... Сокращение спрашивает, нельзя ли ССХ на виртуалке поднять, он там поднят. Но для того, чтобы поднять, достучаться до виртуалки, нужно еще и порт пробросить. Я дольше того скажу, порт пробрасывается. Но, блин, про это мы будем разговаривать. Когда будем разговаривать? Про проброс портов. Потому что у нас будет такая лекция. Все, всем спасибо. Если нет, больше вопросов. И зовите обратно ваших товарищей, что вас двое-то. Причем один из них Дмитрий, потому что он ходит, типа, к научнику на лекцию. Неприлично не ходить на лекцию к научнику.